Благословен Господь 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 Но, тем не менее, Писание в этом разделе начинается все-таки с Иакова. И в этом месте мы встречаемся уже не с тем Иаковым, помните, который, человека шатров, да, вот, такого легкого на подъем, там, когда там надо было за невестой, поднялся, быстренько пошел и так далее. Он был тогда достаточно молодой человек, 79 лет, но по тем временам это было нормально, он прожил там почти 140 лет, поэтому это было нормально, он, как говорится, был в полном расцвете сил. Вот, но произошли события, многие в его жизни, это 20 лет в доме Лавана, несправедливости по отношению к нему, потом бегство оттуда, такая волнительная встреча с Исаавом, да, там, и с Богом он успел побороться, а потом он, значит, когда он убежал из дома Лавана, вы помните события в Сихеме, там, вырез, ну, сначала с Даной, да, с его дочерью, вот, произошли неприятные события, потому что она решила поиграть с миром, вот, значит, и посмотреть, как там мир этот живет, как, как идолопоклонники живут, и, к сожалению, пострадал. А братья отомстили, вырезали этот город, вот, и потом, значит, смерть его любимой жены Рахели, в общем, такие события произошли, это совсем недавно произошло, это буквально, там, 7-8 лет назад, и вот он живет в земле обетованной, значит, и с него начинается, как говорится, это Писание, и я так понимаю, что Иаков находится именно в том возрасте, о котором говорится, это Клисасто 7-4, сердце мудрых в доме плача, вот, это как раз об этом периоде жизни Иакова. Он мало говорит в этих, буквально там, несколько слов, но каждое его слово, оно весомо имеет значение. Я думаю, что здесь Иаков находится на высоте своего, ну, своей духовной жизни, он многое понял, там, впоследствии он говорил, Бог, пасущий меня, то есть, Бог, он понял, что Бог его ведет, Бог его пасет, Бог его равняет, Бог его изменяет, то есть, он что-то понял или многое понял в этой жизни. Вот. И, несмотря на пережитое, Иаков теперь, Израиль, сохранил верность Богу и своему призванию, ну, и теперь, наверное, ждет обетований на этой земле, которые указал ему Бог. Вот. Я не сомневаюсь, что исполнение этих обетований, преемственность поколений, Иаков видел прежде всего Иосифе. Бытие 37,3. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. Иосиф был утешением, ну, не только потому, что он был младше, но еще Вениамин был еще младше, если вы помните, да, и тот мог быть тоже утешением, но именно Иосиф. И в дальнейшем, когда вот мы смотрим судьбу Иосифа, мы видим, что Израиль видел, что он отличается от других его сыновей, которые, ну, были от него наложниц сыновья. Вот. И я верю, то есть, я так понимаю, да, это мое прочтение Писания, что именно вот, как мы узнаем из дальнейших событий в жизни Иосифа, именно вот красота его характера, да, вот, его, вот эта верность, да, его верность Божьей, верность пониманию своего призвания, исполнению Божьего завета. Вот. А Иаков, он передавал завет, идущий от Авраама, естественно, он передавал это своим сыновьям. Вот. И вот это вот все, оно привлекало Иакова, это привлекало Иосифа и Акова. Вот. Я думаю, что у них было глубокое сходство внутреннего мира. Вот у отца, ну, так себе, 107 лет, но, опять же говорю, это было нормально по тем временам. Он чувствовал себя еще вполне здоровым и крепким мужчиной. В общем, они, экология, наверное, была не та, да, значит, барашки там и все такое. В общем, это было, ну, тогда люди жили гораздо дольше и, соответственно, чувствовали себя немножко по-другому, чем мы. Вот. Ну, подведу итог, Иосиф был очень близок к Иакову, вот. Вот. Он любил его, но и он повторял свои ошибки. Вот. Тем не менее, в воспитании детей, потому что, видим, дети были, ну, скажем так, ну, относительно воспитаны, да. Ну, мы вспоминаем, опять же, резнюю психеми, да, ну, да, вот эти события. Вот. А папа, он продолжал свои ошибки, потому что взял, подарил сыну вот эти одежды, выделил его. Вот. И, соответственно, вот этот молодой человек, 17 лет, ну, по нашим понятиям вообще, как ребенок, да, вот, он, соответственно, и вел себя, соответственно, своему возрасту. Иосиф, 17 лет, это бытие 37-2, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, будучи отроком, сыновьями валы, сыновья мазелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Ну, совершенно искренне говорил, папа, там, они там что-то то-то, они там курили, условно говоря, они там то-то что-то делали, там, барашка зарезали, там, без своего изволения, или еще что-то. Короче, доводил, вот. Ну, понятно, это братьям очень не нравилось. А когда еще Иосиф рассказал, ну, значит, о своих снах, это он в своей одежде блистающей, ну, условно говоря, блистающей, разноцветной, да, рассказал о своих снах, где, соответственно, они, ну, подчиняются ему, как они поняли, да, и он будет там главой рода, ну, они вообще просто, ну, возненавидели его, вот, до глубины своей души. Почему так? Ну, не просто потому, что они были, знаете, там, там, невоспитаны или еще что-то. Я думаю, потому что они были просто молодые ребята. Ведь все эти сыновья, они родились в течение семилетки. Ну, четыре жены, вот, они, в общем, быстро все это было произведено, вот, и, значит, двенадцать сыновей, они появились в течение семи лет, и между ними было, там, семь-восемь лет разницы, там, семнадцать-двадцать четыре. И молодые ребята были, понимаете? Вот поэтому здесь не надо их судить очень строго. Я помню фильмы, где там такие, знаете, бородатые мужчины, там, лет тридцати-пяти-сорока такие, они там что-то там говорят. Да нет, это было немножко... Это были молодые, вполне, говорится, такие ребята со своими недостатками. Вот. Ну, и, судя по всему, эти рассказы о своих снах были проявлены со стороны Иосифа и следствием такой, и, с одной стороны, юношеской наивности, и, наверное, такой легкой гордости. Вот. Ну, это вызвало в дальнейшем проблемы в его жизни. Ну, и встает логичный вопрос. Зачем Богу давать столь перспективные сны, столь молодому, еще не совсем зрелому во всех отношениях, молодому человеку, зная его слабые стороны? Может быть, надо было подождать, да, когда он там повзрослеет, когда он что-то поймет по этой жизни, в этой жизни, когда там седина появится. Вот. Но Бог почему-то решил дать именно эти сны в семнадцать лет. Вот. Я предполагаю и думаю, что это нужно было Богу, потому что он вводил его в исполнение своей воли в тридцатилетнем возрасте. А до тридцати лет надо было поработать его, ну, во-первых, выявить его особенности характера, они были выявлены, да, и поработать с этими особенностями характера. Когда-то, я помню, наш рыба, цикл такой, там, десять проповедей, по-моему, рыбы было, вот, именно по Восифу, кто хочет, может найти в интернете, вот, и прослушать снова, да, там очень интересная, как бы, на эту тему, очень глубоко все было разобрано, вот, работа Бога, в общем, с нашей точки зрения это все, вне, ну, с точки зрения современных верующих, как Бог работает с нами, вот. Вот, ну, суть понятна, да, то есть, именно к этому времени проявилось все то лучшее, вот, что было в Иосифе. А то, что было не совсем, оно было подрихтовано в его характере, в его миропонимании, мировоззрениями. Ну, и хочу сказать, что ситуация со снами, как бы, Иосифа, она, как бы, ну, в чем-то, она иногда и похожа на наши жизни. Вот, я к тому, что Бог, он бы, как бы, этими снами, он прочествовал, ну, прочески говорил в жизни Иосифа, да, вот. И я знаю, что, вот, сейчас вот, если я спрошу, кому-то Бог говорил через пророчество, через пророков, что-то жизнь такое, серьезное такое, говорил? Ну, мне говорил, а сразу говорил. Ну, не бойтесь, я говорил, 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 да, то есть, я вижу, что, ну, я сам был свидетелем того, как пророчествовали люди, они говорили в жизни людей серьезные вещи, так говорит Господь, Он поднимет тебя, там, то-то произойдет и так далее. А проходят годы, понимаете, у меня так вообще, там, я даже вспомнил, сколько, когда мне говорили, да, вот, я думаю, ну, Боже, неужели это будет? Боже, ну, ты посмотри, сколько же мне лет уже, понимаешь, вот, и это же мы живем же не так, как во времена Иосифа, вот, оно не исполняется. Значит, Бог еще работает с нами, друзья, поэтому, если что-то еще не исполнилось, Бог, Он просто работает, Он не забыл, Он работает с нашими характерами, вот, Он никогда, никогда не дремлет. Вот, у нас есть призвание, вот, и Писание, оно говорит, чтобы обновлением своего ума, да, в временном 12 главе, чтобы мы вникали, что есть воля для нас, благая, угодная и совершенная, вот, потому что каждый из нас, Он имеет свое призвание, это призвание не обязательно, там, пророк, пастор, там, учитель или еще что-то. Написано, что для каждого из нас, для каждого, без исключения, взовсем, взагалю, вот, для кожного, я еще, то есть, на разуме, на русский мове, да, для кожного из нас, у Бога, у Него есть подарунок для нас, вот, это дар, дар, которым написано, мы должны служить друг другу, вот, вот, поэтому у всех есть возможность служить, вот, но в этом, соответственно, нам надо, как скажем, готовиться, да, вот, готовиться, и пока что-то еще не проявилось, значит, можно делать что-то, то, что может делать рука твоя, а не ждать, ну, я похожу 10 лет в общину, да, а потом, глядишь во мне что-то, и я сразу стану вот таким, не-не-не, друзья, у Бога так не бывает, вот, потому что верный в малом, верный в чужом, тогда только получает свое, и все такое, мы растем, мы возрастаем в наших дарах, в наших служениях, вот, и поэтому очень важно расти нам, да, потому что, ну, и написано, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить, вот, для каждого есть некие добрые дела, понимаете, которые, можно сказать, каждый день мы что-то должны исполнять, для чего? Чтобы прославить его, потому что, видя наши добрые дела, написано, внешние люди, они будут прославлять кого? Не нас, Бога будут прославлять, потому что они понимают, что это от него исходит, вот, и я хочу, в завершение, я хочу сказать, что невозможно найти человека, которому бы не нравился Иосиф, он так похож на Ишо, и улюбил отец, его предали братья, его продали за 20 серебряников, значит, он вошел в призвание в 30 лет, да, то есть, ну, многие, многие, то есть, ну, Иосифа, они, многие называют, и мы видим, что так оно и есть, именно, вот, образом, да, то есть, тем, кто предвосхищал, да, появление, появление Мессии, вот, и, ну, сегодня я хочу сказать о главном, что привлекает в нем и нас, и небесного нашего Отца, я хочу сказать именно о верности, Иосиф, вот, ну, это удивительная верность, вот, я, как бы, читал и, там, и комментарии, размышления, ну, как молодой человек, он, вот, мог вот это все, там, претерпеть, да, мог, почему, потому что он бегал от греха, потому что, как Писание говорит, да, то есть, он был верным во всем, вот, отец послал его, там, за 80 километров братью проведать, он пошел себе спокойно, весело напевая песни, не зная, что там его ожидает, да, попал в дом Патифара, был верен, попал в тюрьму, и там был верен, и самое главное, он не говорил, ну, видимо, Бог меня забыл, он принял решение, что все, все это, независимо от того, что со мной происходит, я знаю, Бог есть, ищущим вас дает, и, соответственно, я буду, я буду ему верен, это его решение, и это, ну, не знаю, оно впечатляет, не знаю, как вас, меня оно сильно впечатляет, очень, я верю, что и у Бога впечатляет, потому что дары дает он, но верность, она же, понятно, что с Божьей помощью, но все равно там значительная часть, она наша, вот, он был верен фараону, вот, и, может быть, вы заметили, даже своих сыновей он назвал еврейскими именами, что в доме фараона, ну, было, наверное, ну, не очень правильно, если по политическим мотивам так сказать, но он так и назвал, он во всем, во всем был верен, и Тора многократно подчеркивает, Бог был с Иосифом, Бог был с Иосифом. Верность – это секрет у любого человека и в профессии, в работе, в семье, в служении, в жизненном призвании. Верность – она или во всем, или ни в чем. Друзья, не может быть, человек, допустим, вот, приходит, он верный такой служит, все здесь делает, приходит на работу, а там болтает, там не работает, да, там, короче, вот как мне платят, так и я работаю. Так ты же согласился на плату, поэтому работай как для Господа. Понимаете, не нравится, значит, перейди на другую работу, или, наоборот, там работает, все хорошо, о нем хорошее мнение, приходит здесь, или ничего не делает, или делает спустя руководство. То есть верность, она, она или во всем, или ни в чем, понимаете, это черта характера вообще, это стержень такой, вот. И Иосиф дал нам этот пример верности Богу и людям, которые мы в последствии увидели в жизни Ешо. Знаете, Бог, он срезвычайно ценит в своем народе верность. И об этом сужу из Писания, 2 Паральпоминон, 16, 9. Успевает, да? Смотрите, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть, сама суть, да, Бог, вот, он на своем троне, да, ну, условно говоря, и вот он смотрит на землю, и он ищет, да, он ищет, он, вот, ему важно найти тех, кто верен ему, кто предан ему, да, зачем? Чтобы поддержать. Да, может быть, сейчас не время еще исполнения его слова, но он поддержит. Будь верным. Ты помнишь Иосифа? Вот смотри, он в тюрьме сидел. Друзья, он 13 лет провел в доме Патифара. Ну так, 13 минус 2, значит, это, то есть, 11 лет, нет, 13 лет, правильно, в доме Патифара, вот, это просто имеется в виду после сна, комментария снов, он еще 2 года провел. То есть, на 2 года его забыли, когда он прокомментировал сны, да, этим сановникам, и говорит, не забудьте меня, так и забыли на 2 года. Вот, все равно, все равно он был верен. Вот таких Бог, он ищет, ему важно, друзья, ему важно наша верность. Может быть, не самый человек там самый образованный, может быть, человек там не самый сильный там и так далее, но он очень ценит верность. Каждый может, друзья, каждый может стать тем, что, кем, кого ищет Господь, понимаете? И тогда он будет что? Он будет с вами, он будет с нами, да, если мы будем верны ему. Давайте мы его прославим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ